вот уже полтора года мы работаем над тем чтобы программах сколково появлялись такие темы как data-driven работа с искусным интеллектом продвинут аналитика метрики оцифровка бизнеса и вот сейчас мы наконец запустили программу открытую которая для рынка это делает фишка программы в том что она показывает всю широту инструментов как для начального среднего так и для продвинутого уровня и в этом отношении тот кто начнет сначала будет понимать чем это может закончиться в конце тот кто находится в середине пути может отрефлексировать свой опыт в прошлом и найти какие-то новые инсайты по которым ему не удалось продвинуться охватить картинку будущего и возможности которые уже здесь сейчас делают какие-то передовики рынка data-driven это когда любые решения управленческие принимаются на объективной полной картине на уровне там корректных данных тоже красивый дешбард это всего лишь интерфейс по-другому принимается решение по-другому оценивается эффективность не то что я тебя люблю ты мой сват брат и я с тобой давно знакомы и ты у меня работаешь а на базе метрик эффективности которые прозрачные разносторонние показывают насколько управленец справляется своей задачей насколько все бизнес и бизнес-модель жизнеспособна или что-то в ней надо откорректировать и очень быстро это заметить мы говорили про управление на данных первое что такое управление как функция управления в принципе и второе как данные усиливают эффективность этого управления как помогают принять более правильные решения и провалидировать уже принятые решения люди оставляют посылки в дверях крадут даже в дорогих жека чудит вот я даю ответ на вопрос получилось дать второе дыхание базовым инструментом которых они уже узнали и вместе проходя этот путь использования этих инструментов таких как воротка конверсии или как исследование ахомомента или как построение дерева метрик все это вживую позволило увидеть в этих приемах их настоящую красоту и универсальность довольно часто происходило когда ребята приходили с определенным запросом на решение конкретной задачи или на интеграцию каких-то конкретных инструментов о которых мы тоже рассказывали в рамках процесса а уходили с новыми инсайтами с решениями своих проблем через работу с одногруппниками проектных командах и с какими-то новыми менеджерскими практиками с помощью которых они смогут эти идеи воплотить в жизнь уже закончить программу мы ставим себе задачу сделать так чтобы люди не просто начали внедрять искусственный интеллект машинообучение прочее а чтобы они начали думать по-другому мы работаем с тем чтобы люди начинали думать метриками систематизировать те задачи те драйверы роста бизнеса которые у них есть начать по-другому выстраивать вообще логику рассуждения в том числе своими коллегами я убедился что визуализация и и дашборды это очень важно для ситуативного управления оперативного именно в моменте или там допустим какие-то стратегические моменты корпоративный мир он сильно трансформировался раньше мы были заложниками маркетологов и маркетинг правил бизнесом теперь балом правят аналитики и данные причем во всех абсолютно отраслях нужен человек который просто холодно придет и скажет вот у нас тут цифры вы тут со своими скажем так вот этими креативными идеями все здорово но надо на что-то опираться потому что даже вот в моем сегменте то что классно работало два года назад уже не работает эта программа в первую очередь про мышление управленцев мышление собственников о том что действительно важно управлять на основе конкретных показателей конкретных цифр не по интуиции данные это то с чем нужно работать постоянно чему нужно учиться учить сотрудников учить руководителей искусственный интеллект это то что будет с нами там ближайшее будущее будет расти и развиваться и в целом я поняла много приемов которые могу использовать на daily basis основе своей работе мы группируем ребят с общими по индустрии интересами разными профилями по их деятельности в компании но похожими запросами на проект это могут быть задачи связаны с ростом бизнеса с решением оптимизационных задач с поиском какого-то нового рычага для развития внутри большой крупной компании или малого и среднего бизнеса смиксовав их таким образом мы направляем их двигаться в сторону решения практических задач которые сейчас они перед собой поставили с использованием инструментов которые они только что услышали в теории сейчас мы пойдем и будем работать там с инструментами искусственного интеллекта просто чтобы они поняли как это работает пона открывали коробочек и дальше задача ребят самим начать их заполнять в современном мире во взрослом образовании большинство что мы делаем это просто вскрытие тем и преодоление первого барьера и дальше самообучение практика они сами это будут доделать человек не выходит из класса просто с набором знаний впечатлениям воодушевлением вдохновением или инсайтами он уходит с практическими вещами которые потом может применить для достижения цели в бизнесе программа она хороша для уровня seo генеральных директоров то есть на такого топ-менеджмента который возможно руками сам не делает то есть там не не копается в данных то есть по локоть а как раз таки руководит людьми или принимает решение мне кажется это именно такой уровень то есть там все усел минус 1 от них зачастую как бы да и опять же вы об этом говорите на курсе зависит как вот эта трансформация да то есть трансформация в дата-дриван подход успешно она будет или нет фаундер и сеошнику просто если ему даже вот не все равно просто чтобы понять если он стоит с вопросом а куда двигаться дальше вот однозначно ему надо сюда прийти так как я сам представитель малого бизнеса то рекомендую именно малому бизнесу озадачиться этими вопросами как можно быстрее потому что это действительно будущий потенциал для конкурентов максимизации эффекта как раз зависит от того чтобы мы начинали когда от головы возможно он дальше поймет куда кого еще сюда надо послать в следующий раз но однозначно он поймет что это необходимость это как вот тоже у нас было да на лекциях несколько раз что сопротивляется там один айтишник примеру да с приход с внедрением той или иной до метрики либо там рекрутеры до сопротивляются в какой-то то есть если сеошник вот это сам поймет сам себе продаст он действительно поймет кому следует сюда дальше пойти куда копать вы ребята два с половиной дня поработали как вы это собираете в то чтобы за пространством программы начать что-то делать какой проект в data driven подходе не обязательно проект цифровизации а проект именно в data driven подходе вы будете делать у себя в компании какие шаги на первые три месяца как будете измерять результат каким образом в идеале сказать еще изменится бизнес-процесс после того как вы этот проект совершите в конце мы разворачиваем свои проектные работы и договариваемся о том что будет происходить ближайшие три месяца какие конкретно проект они готовы взять своей организации какими менеджерами аналитическими инструментами они начнут внедрять эти проекты в жизни к сожалению data driven подход пока еще не база для управления бизнесом просто потому что не такой большой круг компании используют его как какую-то ключевую функцию для ускорения роста своих операций бизнеса продаж и других параметров наш мир стремительно меняется и востребованность этого подхода стала настолько актуальной потому что те скорости с которыми мы проводили изменения в компаниях перестали быть адекватными времени сложностям уровня конкуренции и этот запрос на более быстрый рост более действенные инструменты порождает интерес к новым формам мышления способом решения задач а data driven это ничто иное как способ мышления через цифры позволяющие найти самый короткий путь к решению какой-то бизнес задачи а и и Продолжение следует...